Дай, дай, денег дай! Дай, 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 дай! Дай, дай, денег дай! Дай, дай, дай! Ну чё Максим? Базарный который. Опять беда, ёпта! Короче, смотрите, дьявола история. Нашли вроде отель подешевле. И нас уже не могут заселить два часа. Говорят, типа, оплата не прошла ещё чё-то, а мы заплатили всё. У нас и денег нет. Как-то что-то ругается, наказается. Эти дьявола вообще нихуя не понимают, блядь. Отель мёртвый, нахуй, поглядите. Вообще пиздец. Короче, вот такая, видите, как общага старая, блядь. И ещё не дают ключей. Пиздец. Это самый худший отель, который был. О, не уж подал ключ, блядь. Всё. Скажи ему, а бригады спасибо, вот. Полтора часа нас заселяли. Хатька наругалась до того, что сказала, блядь. Завтра мы будем, нахуй, на час дольше жить. Не, ему вон только пришло подтверждение на телефон. Да. Вообще перейдёт, знаете. Жди ты людей, жди своего, где-нибудь сколько хочешь. Странный вообще отель. Так что бывают, кстати, первые трудности за три месяца, да, с отелем? Вообще просто... Вообще, нахуй, не отдухают, ни хуйня. Так что не экономьте никогда, а завтра с шести до девяти, а какой этаж не написано, блядь. Всё вот так в этом отеле. Вот где, блядь, я должен завтра поесть? А, на собра лоджи. А, на лоджи, ёптю. Блядь, кто у нас, Стас? Придите. Где мы живём теперь? Это вообще, пожалуйста, пиздец. Почему, блядь? Я думал, что 401. Давай, давай. Давай, я. Да. Я говорю, что вам дам ключ, но вы им не что-то говорите. Не поймали? Плит. Всё. И все на тебя, знаете, здесь хуй забивают. Да? Тут только ты за 100 рублей. О, нет. Пусть так. О, у меня другие ключи. А вот там опять по городу, там меня портил, а вот. Хуйня. Ни хуйня. Ни хуйня. Блядь, пойдём обратно, похуй на деньги, нахуй. Короче, ещё и интернета, блядь. Ну да, что пизда, нахуй. Да, короче, знаешь, что вы видели, как что? Что? Как хостелы, в которых вы ночевали. Помнишь? Короче, мракобесие вот такое, а вообще хуйня. А? А вот так скидно, да? Это худшее, что было, наверное, блядь, даже в хостелах лучше было. А, вот почему интернет, в общем, нашли возле лифтов. Посидел, постримил, Юртас в очередной раз спас. Юртас! Подключили себе подписку YouTube Premium, сижу, качаю себе, видите, видосите всякие, чтобы уйти в номер. И сделаю вам, сегодня на стриме решили, что вы хотите увидеть подробный номер. Как выглядит номер в отеле. Со всеми нюансами. А то я вам частенько не показываю, насколько здесь уебищно. Так что, сегодня в видео вы это увидите. Ставьте лайки, хуяйте, комментируйте. И всё. А вот такой диван. Вот здесь мы стремили. Просто кошмар. Ну ничего. О, Варес. В чётчики твои европейские. А хули здесь делать обзор? Полная пизда. Стоит вот такая тумбочка. А, да сейчас я перевернусь. Давайте позырим. Хау, чё такое. Для начала, здесь вонь, пиздец. Вот такая прослушивающая система, как в Северной Корее. Вот такой холодильник. Видите, тоже нормальный. То есть ничего страшного здесь нет. Вот такие фонари. Правильно Варес говорит. Полный пиздец. Паутина. Типа кондиционер. Телевизор, который включается и орёт так громко. Ну вы не верите? Давайте проверим. Если меня не убьёт током. Ой, не, не убило. Подождите. Давайте. Сейчас если... Смотрите, телик. ЦЦЕ. Вся херня. Давайте сделаем погромче, да? Пусть хотя бы так работает. Ну поняли, да? Вид в окно вот такой. Понимаете, да? Там говно. Там говно. Дождь идёт уже пятый день. Кровать. Про подушку уже мы вам говорили. Здесь тоже мёртвая мебель. Я мёртвый. Юртас что-то не в духе. Юртас, дорогой мой, давай-ка пим. Юртас сидит. Здесь есть какой-то шкаф. Подождите. Ёбаный в рот. Алло. Тут нет никого. А здесь шкаф. Просто пиздарики. Здесь туалет. В туалете нам, блядь, даже жить не хочется нахуй. На такой розовый унитаз. И кнопка для смыла. Смотрите, какая. И, блядь. Короче, пиздец. Просто. Во всём беда. Фонарь вот такой не работает. Тут вот мыться надо. Да, наверное, мыться не буду. И какать сегодня не буду. Уже помоете нет. Короче, блядь. И везде плесень. Видите? Короче, вот в таких условиях. Наш любимый блогер живёт. Это считается здесь нормой. Вот такие розетки, блядь. Спасибо Юртасу, хоть накачал себе в YouTube премиуме. Буду сейчас смотреть видосики. Покурю. Остатки у меня есть. Всё, видос не выгрузить. Катька там пытается вам видос на свой канал выгрузить. Я говорю, что ты голову ебёшь? Ничего не выгрузишь. Пыхтит. Но не выгрузишь. Так что вот. Пока так. Придумайте, как нам побыстрее в Грузию съебать. Может, есть какой-нибудь умный? А какие-то билеты? Я не знаю. Стою мать, блядь. Ладно, всё. Пяу. Ну, а мы, друзья, проснулись на дне Рио-де-Жанейро. Завтра ездить с 6 до 10. На завтрак дают банан и чашечку кофе. В такой, знаете, маленькой чашке. Всё с молочком. Но должно быть вкусненько. Здравствуйте, Юра. О, здрасте. Нифига, как мир тесен. Сидели-сидели, завтракали. И такой голос. Юра. Думаю, нихуя. Кто-то из любимых подписчиков. Братья-украинцы, привет вам. В общем, встретились с ребятами с Украины. Здесь месяц по Рио-де-Жанейро. Уже шаровёбятся. В Бразилии были. Вообще везде. Говорят, очень везде всё прикольно. Бедные на 21 день сняли этот отель. И охуели. Но ничего, такие повзрослее. Видно, что, знаете, путешествуют, ходят вот сюда. Очень активные. Очень активные, молодцы. У нас-то нет столько активности. Они уже и в фавелах были. Бля, где только не были люди. За месяц. А мы завтрак. Мы зато попробовали разного. Да. Здесь, блядь, вообще по-другому. Так вот, сидим возле отеля в интернете. Я гостиницу ищу. Катька тоже там что-то делает. Надо уехать с этого болота ебучего. Катька пытается видео убить. Вчера видит. Так что вот так. Блядь. Блядь.